Друзья мои, всем привет! С вами я, Михаил Шилов, автор проектов macivar.ru, budushin.ru, budublog.ru, drshilov.com. Вот посмотрите на этот стадион. Он девственно пуст. От людей сегодня. Я уже полтора часа тренируюсь здесь. Ни одной живой души. Это учитывая тот факт, что сегодня суббота и уже полдевятого. То есть я с 7 часов на стадионе здесь. Причем у меня полчаса тренировка продлится. Вот. Я к чему это говорю? А почему думать так народу мало? Хотя бывает иногда очень много. Погода. Понимаете? Погода. Сегодня с утра было пасмурно и накрапывал дождь. Не буду кривить души, скажу. Один человек сегодня был здесь еще, кроме меня. Это моя жена. Она пришла, побегала и ушла домой. Тренировка закончилась. Она молодец. Когда я сюда пришел, здесь еще один человечек был. Он только дошел до сюда, пробежал пару кружков, пошел дождь морощащий, он ушел домой. Все. А у меня все полноценно. Кроссфит, бой с тенью, йога, бег интервальный. Все по плану. Понимаете? Вот в этом и, собственно, разница вся между теми, кто занимается не для того, чтобы заниматься, а для того, чтобы очистить свою совесть, там что-то еще. То есть у них нет методологии, нет воли, нет определенных качеств, которые позволяют им потом действительно добиться результатов. Потому что все проявляется в мелочах. Например, очень много людей, которые хотят похудеть. Если человек не может себя заставить бегать в легенький дождик или встать с утра пойти на стадион, когда на улице пасмурно, как он заставит себя во время дня рождения, смотрите, чего-то. И не съесть лишний кусок торта. Не говорю про то, что не нужно вообще есть там торты. Да можно. Но просто если он себя в одном не может испытать, не получится и в другом. Не бывает вообще такого по жизни, что я в одном силен, а в другом я тут окровенно слаб. Нет. Значит, человек во всем слаб. Если у него есть какие-то сильные качества, как некоторые люди считают, то он просто на пике мотивации может в какой-то момент эти качества проявить. Это не значит, что он их может проявлять системно. Есть, конечно, еще таланты. Есть от природы надаренные люди. Но они только в узких местах могут за счет этого таланта добиваться результат. А это на самом деле все фигня. Потому что по-настоящему человек, который занимается хорошо саморазвитием, развивается во всем. А самым действенным и самым важным инструментом для саморазвития является воля. Даже не мотивация, а воля. Потому что воля позволяет эту мотивацию, если она есть, на высоком уровне поддерживать. А если нет, то эту мотивацию создавать. Чем отличается мастер от профессионала? Мастер, он работает на пике творчества, когда есть у него мотивация. Профессионал работает всегда. Есть у него мотивация. Нет, хочется ему, не хочется. Он все равно все делает на высшем уровне. Профессионализм выше ступени мастерства. Об этом у меня отдельные подкасты есть. Можете поискать их и найти. Но я к тому говорю, что если вы решили серьезно меняться и достигать серьезных результатов, вы должны начинать работать над собой во всем. Именно в мелочах. Делать то, что должен. Если вы знаете, что это правильно. Правильно идти бегать с утра. Идите. И смотреть на то, что дождь. Ну, наденьте то, что не жалко. И бегайте под дождем. Да вы себя за это полюбите больше. И уважать себя будете больше. А те, кто скажет, как надо не любить себя, что так делать. Ну, пускай прозябают свои теплые постельки. Не будет у них результата никогда никакого. Они будут только на форумах всякую херню писать с сигарой в зубах. И говорить, что вот-то надо вкусно жить. И все чики-пики. Хотя все прекрасно понимают, что и пить это плохо, и курить это плохо. Но направдание можно найти себе всегда. И то, что надо отдыхать обязательно. Надо отдыхать. Перемен род деятельности лучше отдыхать. Отдохнуть хотите, книгу почитайте. Или позанимайтесь английским языком. От работы другой надохнуть хотите. Взяли, надели форму. И пробежали к росту 4,5 километра. Вот это отдых. А прошу прощения, отмердвермячить мне всякую фигню на форумах. Это могут все там выспрашивать, стебать и все остальное прочее. А вот вы свои видео выложите на стадионе, как вы занимаетесь. С утра, днем, вечером, как вы в спортивном зале пашите. Ну, потом критикуете. И мотивирующие ролики критикуете потом. Я очень рад на самом деле, что абсолютно большинство все это дело нравится. Все эти ролики нравятся. И есть отзывы, есть вопросы. Вот это самое важное. Значит, люди работают. Именно для них. Вот эти подкасты. Так что, ребят, не линитесь. Будет результат. В любом возрасте. В любом. 20 лет ли вам, 30, 40, не имеет значения, 50. Всегда можно начать и всегда добиться результата. Методология, практика дают свой результат. А я пошел еще бегать интервалы. Салют.